Маргарита Макарук, единственная женщина-полковник в Брестской областной прокуратуре, кажется, с самого детства точно знала ответ на сакральный вопрос, кем она хочет стать, когда вырастет. Так как уже в четвертом классе зачитывалась серьезными взрослыми детективами и задолго до конца книги знала, кто и какое преступление совершил. А потому будущая профессия, можно сказать, была предопределена с рождения и уверенный подъем по карьерной лестнице от должности секретаря машиниста до начальника отдела прокуратуры Брестской области по надзору за дознанием не кажется чем-то удивительным и необычным. Работая уже секретарь машинисткой в прокуратуре Московского района, я поняла, что это мое. И именно мне больше всего нравилась работа с уголовным кодексом. Я зачитывалась делами, которые шли через канцелярию. В последующем я стала зав. канцелярией, я еще более с ними стала связана, с материалами проверки, где наши следователи выезжали по факту смерти. Все это мне было очень довольно интересно. Принципиальность и профессионализм, холодная голова и стремление всегда и во всем следовать букве закона. Такие качества создают образ строгого и требовательного начальника. Но эта требовательность в случае с Маргаритой Макарук вполне обоснованна. Она и сама всегда стремится к совершенству и от подчиненных требует того же. Ведь от их работы каждый день зависят десятки судеб, и ошибки здесь особенно фатальны. Но коллеги по работе признаются, что несмотря на всю твердость характера, а может быть именно благодаря этому, Маргарита Константиновна надежный друг и товарищ. Человек, на которого всегда можно положиться. Если человек хочет чего-то достичь в этой жизни, хочет разобраться конкретной ситуацией, он не будет поверхностный. Он будет изучать досконально полностью все. И подведет под любую проверку закон, посмотрит, соответствует это закону, не соответствует, посмотрит практику. То есть все приходит с годами. Есть желание. Человек научится всегда. О жизни за пределами рабочего места поговорить удалось не так много. Маргарита Константиновна тщательно оберегает свое личное пространство от посторонних. Может быть профессиональная осторожность, а может простое и объяснимое желание сохранить все самое дорогое и любимое в тайне. Как бы там ни было, на работе на нас, может быть, и не смотрят, как на женщин, потому что женщина в погонах, это понятное дело, это что-то такое среднее. Но женственность она остается. Посмотрите, какие у нас кругом красивые женщины работают. Мало того, что они грамотные, ничего и очень интересные. И я им хочу сказать только одно, чтобы каждая наша девушка, если она приходит в органы прокуратуры, ребятам здесь проще. Во-первых, их ценят, как всегда, мужчин больше, чтобы девчонки оставались женственными и работая, будучи хорошими специалистами, они еще умудрились сохранить свои семьи и быть хорошими женами и хорошими матерями. Вот когда у них будет хорошо дома, у них будет всегда хорошо на работе. Порой кажется, что дипломы на стене кабинета или фотографии на доске подсчета, все эти атрибуты успешности, не имеют для Маргариты Макарук огромного значения. Приятно, но не дает права останавливаться и почивать на лаврах. Она уверена, что человек никогда не может называть себя абсолютно профессионалом. Процесс обучения продолжается всю жизнь. И Маргарита Константиновна действительно не останавливается на достигнутом, что является еще одним доказательством любви к делу всей ее жизни.